Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. Прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Работник завода насмерть переехал коллегу на электрическом погрузчике. Осторожно, эти кадры могут шокировать. Мы, может быть, меньше будем бестолково тратить время, как у нас было, честно так сказать, в прошлом городском совете. Сегодня горсовет собрался на первое заседание после выборов. Депутаты пообещали работать по-новому. Что нового произошло на первой сессии, расскажет Виталий Поляков. Гражданские войны, вот такие вещи у нас были, поэтому всегда страдают люди. Сегодня в России вспоминают события октября 1993 года, которые привели к расстрелу Белого дома. Что об этом дне говорят красноярские политики. Цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке подросла сейчас до 115 тысяч рублей. Доллар снова больше 100 рублей. Как это отразится на рынке жилья, учитывая, что Красноярск уже лидирует среди городов-миллионников по росту цен на квартиры. Работник завода насмерть переехал к Олегу на электрическом погрузчике. Сегодня в прокуратуре сообщили, что мужчине назначили полтора года ограничения свободы. Осторожно, эти кадры могут шокировать. Все произошло в августе 2021 года на литейно-прессовом заводе на улице Пограничников. 38-летний работник перевозил груз с высотного склада в другой цех. Как выяснили в прокуратуре, у мужчины 12-летний стаж работы, но по данным ведомства он нарушил технику безопасности и начал движение без регулировщика. Также у машины ограничена видимость при движении влево. В результате водитель не заметил 54-летнюю колдовщицу цеха и наехал на нее, протащив несколько метров. Женщина скончалась на месте. Свою вину мужчина в суде не признал. Он настаивал, что женщина сама нарушила технику безопасности. Суд встал на сторону обвинения. Мужчине назначили полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Ему запретили менять место жительства, выезжать за пределы Красноярска без согласования исполнительной инспекции. Работодатель, в свою очередь, возместил семье погибшей моральный вред и расходы на похороны всего почти полтора миллиона рублей. 25 тонн нефтепродуктов разлилось на Красноярской железной дороге из-за столкновения вагонов. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, два вагона с дизельным топливом столкнулись при расцепке. Все произошло на станции Красноярска-Восточный в Березовском районе около трех ночи. При ударе из поврежденной цистерны разлились нефтепродукты. В пресс-службе Красноярской железной дороги уточнили, что на месте работают специалисты. Герметичность цистерны уже восстановили. Обработали почву, угрозы нет. Прокуратура организовала проверку. Красноярских водителей предупреждают о дорожных ограничениях. Сегодня дорогу к Красноярскому аэропорту частично перекрыли на две недели. Все из-за ремонта нефтепровода, рассказали в краевом управлении дорог. Речь идет о 100-метровом участке на первом километре подъезда к аэропорту перед Емельяновским озером. Там полностью закрыли для движения одну полосу и организовали реверсивное движение. Водители будут ездить по одной полосе в обе стороны. На участке уже установили соответствующие знаки и ограждения. Новая схема движения будет действовать до 17 октября включительно. Красноярцев просят учитывать это при выборе маршрута. Сегодня Горсовет собрался на первое заседание после выборов. Депутаты выбрали председателя, его заместители и согласовали число и название постоянных комиссий. Новый Горсовет теперь вочина единороссов. У них абсолютное большинство 30 депутатов из 36. Впрочем, народные избранники считают, что монополия на власти это не проблема. А работать обещают по завету нового губернатора, по-новому и для людей. Виталий Поляков расскажет подробнее. Первое заседание нового Горсовета открывает старший по возрасту депутат Наталья Фирюлина. Она учит новеньких, как голосовать, как нажимать на кнопки, как включать микрофоны. Учить есть кого. В Новом Горсовете 22 новых депутата из 36. Самая молодая и еще студентка медуниверситета, 23-летняя Елизавета Белова. Молодежь может рассчитывать на вас? Да, да. Причем молодежь моего советского района голосовала за меня. И я очень им признательна. Когда мне об этом говорят, это очень приятно. И это, конечно, накладывает ответственность. Депутаты в Новом Горсовете самых разных профессий. Теперь здесь свой воспитатель, байкер, стоматолог, тренер, гинеколог. Полно начальников и немало лоббистов крупного бизнеса. Женщин в новом составе больше, чем в прежнем. 11 против 9. К примеру, Мария Лейбович окончила МГУ, работает в компании своего отца, краевого депутата Александра Бойченко. Представляет партию коммунистов. Хотела бы работать для людей, в первую очередь для семьи, с детьми. Это мой принцип главный. Я очень рада оказаться здесь. Очень приятно познакомиться со своими коллегами. Я проявила доверие к нашему председателю. Проголосовала как большинство. Большинство при выборе председателя Гурсовета сегодня поддержало Наталью Фирюлину. 32 из 36. В городском парламенте работает уже 15 лет. Последние 5 руководила Гурсоветом. Ранее политологи называли ее ставленницей прежнего губернатора Александра Уса. Но и при новом Михаиле Катюкове Фирюлина, получается, пригодилась. Говорит, никогда еще в новейшей истории Гурсовета у ее партии, Единой России, не было такого мощного представительства. 30 депутатов из 36. Монополия на власть – это не шаг назад, а новая возможность, считает она. Мы, может быть, меньше будем бестолково тратить время, как у нас было, честно сказать, в прошлом городском совете, когда мы обсуждали совершенно никому не нужные проекты. Но таков регламент их надо обсуждать. Вот этого не будет и все. Соперником Фирюлиной на выборах председателя был Роман Крастелев от ЛДПР. На победу он особо не надеялся. При этом заявил, что среди руководителей городского парламента должны присутствовать представители всех партий, потому что люди голосовали не только за Единую Россию. Будет совершенно неправильно, если они не будут представлены в качестве координаторов и руководителей комиссии и руководства городским советом. Я не буду больше задерживать, занимать время. Хочу сказать, что не нужно нам бояться делать свой открытый выбор, не нужно его стесняться. Голосование тайное, подчеркиваю этот момент у нас. И будем работать по-новому, будем работать для людей. Этот предвыборный лозунг нового губернатора в Горсовете вообще сегодня повторяли часто. Но пока он все никак не может воплотиться в парламентскую жизнь. Председатель здесь прежний. Его заместитель Андрей Козиков тоже раньше работал в этой должности. Депутаты решили, что и комиссий в Горсовете будет шесть, как и было до сих пор. Возможно, работать по-новому, работать для людей. Депутаты начнут со следующей сессии. Она, к слову, намечена на 5 октября. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Спасибо. Сегодня в России вспоминают события октября 1993 года, которые привели к расстрелу из танков здания парламента Белого дома. 30 лет назад вооруженное противостояние президента Бориса Ельцина и Верховного Совета привело к гибели более 100 человек. Политический кризис начался 21 сентября. Ельцин подписал указ о распуске Верховного Совета России, всенародно избранного органа представительной власти. Для него Совет был символом прежнего коммунистического режима, против которого он боролся. Конституционный суд, который тогда, как и сейчас, возглавлял Валерий Зорькин, признал указ президента несоответствующим основному закону страны. А сам Верховный Совет в ответ на действия президента отстранил Ельцина от власти. Сторонники парламента 3 октября взяли штурмом московскую мэрию и попытались захватить телецентр Останкино. Президент, в свою очередь, ввел в столице чрезвычайное положение, а верные ему войска расстреляли Белый дом, где укрывались депутаты. В итоге Ельцин вышел победителем, его противники были арестованы, но позже амнистированы. В стране была принята новая конституция, которая дала президенту огромные полномочия. Политологи считают, что противостояние октября 1993 года предопределило дальнейшее развитие страны. Хоть формально в России и сохранилось разделение властей, но законодательная и судебная ветви фактически потеряли свою независимость. И вот как события 30-летней давности вспоминают красноярские политики и эксперты. По мне, руководители не должны доходить до такой ситуации. Поэтому хорошего в этом ничего нет. Ну, как этап развития страны, к сожалению, и такие, начиная, у нас и гражданские войны, и вот такие вещи у нас были. Поэтому всегда страдают люди в своем большинстве. Очень хочется, чтобы такого больше у нас не было. До сих пор непонятно, сколько погибших, потому что Жириновский говорил о четырех тысячах. Официальные цифры назывались десятки раз меньше. Недопустимо вооруженным путем решать какие-то идейные политические разногласия, противоречия. Я считаю, что сила, вообще какой-то административный ресурс, это не тот способ, которым надо регулировать политические процессы. Это, с одной стороны, конечно, такое логичное завершение, да, разрушение Советской империи. Наверное, все империи рушатся достаточно кроваво. Но когда это происходит на твоих глазах, с твоим народом, с людьми, которых ты, может быть, знал или мог бы узнать когда-то, это, конечно, всегда тяжело воспринимается. Коммунистическая закалка никуда не делась. И больше скажу, ну, ведь мы же с вами понимаем, что большинство руководства страны сейчас, это тоже люди, которые воспитаны в коммунистических традициях. Поэтому никакого там слома не происходило. То есть все шло как своим чередом. Просто одни коммунисты отобрали власть у других коммунистов. В результате развалилась страна. Вот все. События, которые привели, имели последствия. Имели последствия через 20-30 лет. Очень серьезные для нашей страны, потому что они привели к формированию суперпрезидентской, гиперпрезидентской власти в стране, которые ликвидировали полностью свободы других институтов власти. И в этом смысле, конечно, это ужасное событие, потому что никогда нельзя подавлять другой институт власти в стране силовым способом. Дополнительную мобилизацию в России проводить не планируют. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства. По его словам, для проведения спецоперации в вооруженных силах уже достаточно солдат. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимое количество военнослужащих для проведения специальной военной операции. По данным министра обороны, с начала года в вооруженные силы пришли более 335 тысяч контрактников и добровольцев. Только за сентябрь контракт с Минобороны заключили более 50 тысяч человек. Кроме того, Шойгу заверил, что в зону спецоперации не будут направлять срочников, в том числе и тех, кто призван из новых регионов. Напомню, ранее исключил необходимость дополнительной мобилизации в России и замначальника генштаба Владимир Цемлянский. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, что ТВК не только ТВ. Курс доллара поднялся выше 100 рублей. Такой скачок произошел впервые с 14 августа. Первая торговая сессия октября открылась резким падением рубля. За первый же час торгов российская валюта обесценилась к доллару сразу на 80 копеек. Хотя к полудню большую часть потерь вроде бы удалось отыграть, до вечера курс трижды уходил выше отметки в 99 за доллар, чего не случалось с середины августа. Тогда в Центробанке скачок объясняли значительным сокращением объемов экспорта, расширением спроса на импорт из-за активного роста внутреннего спроса и высокими темпами кредитования. Сейчас доллар стоит 99 рублей 70 копеек, евро достиг отметки в 104 рубля 41 копейку. К причинам ослабления рубля относят рост импорта, который оплачивает валюты, и введенные ограничения на экспорт топлива. Если новых шагов поддержки рубля со стороны властей не последует, курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 рублей. Красноярск лидирует среди городов-миллионников по росту цен на готовое жилье. Наш город занял первое место в списке тех регионов, где за месяц вторичка подорожала больше всего. Эксперты говорят, причина повышения цен – рост ключевой ставки. На первичном рынке недвижимости тоже вырос спрос и стоимость за квадратный метр. Что будет с рынком жилья в Красноярске? В вопросе разбираясь моя коллега Елизавета Опалева, она сейчас в студии. Лиза, что происходит с ценами на недвижимость? Можно ли вообще сейчас покупать квартиру? Да, Даша, все верно. Красноярск среди городов-миллионников занял первое место по росту цен на готовое жилье. В последний месяц стоимость поднялась на 3,4% из-за роста ключевой ставки. Это рекорд по росту цен на готовые квартиры за год. Эксперты считают, прежде всего это связано с увеличением спроса, а его, в свою очередь, и спровоцировало поднятие ключевой ставки. В связи с ростом ключевой ставки и, как следствие, ставок на ипотечный продукт, безусловно, в последние два месяца, в август-сентябрь, мы увидели значительное увеличение спроса. Связано это с тем, что люди старались реализовать те одобрения, которые были у них получены еще по предыдущим ставкам. Ну и, соответственно, срок, в который нужно было приобрести эту недвижимость, был достаточно ограниченный. Безусловно, такой высокий спрос не мог не сказаться на росте цен. И стоимость вторичного жилья в Красноярске за последний месяц в среднем выросла на 3,4%. Рост сделок специалисты зафиксировали и на первичном рынке недвижимости. В сентябре спрос увеличился на 8% по сравнению с августом, а заявки на льготную ипотеку выросли на 10%. Ажиотажу на первичном рынке также способствовало повышение ключевой ставки. Даже после ухудшения условий ипотечного кредитования спрос еще увеличился. Минимальный первоначальный взнос вырос до 20%. С одной стороны, у нас уже был период, когда ипотечные ставки доходили до 20%. Но другое дело о том, что стоимость квартир, двухкомнатная квартира была в среднем 1,5-2 миллиона. То есть ежемесячные платежи были посильны. Сейчас мы видим о том, что ежемесячные платежи превышают иногда и стоимость аренды практически в два раза. Может быть, стоит и подождать. Специалисты уверены, не стоит сейчас сломя голову бежать покупать квартиры. С начала года цены на первичное жилье выросли на 10-11%. Сейчас квадратный метр в среднем оценивается в 115-125 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры, как правило, стоят за квадрат дороже, чем двухкомнатные и трехкомнатные. Однако сейчас дорожают и двушки. Хотя пока специалисты озвучивают примерно одинаковые цены за квадрат двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке подросла сейчас до 115 тысяч рублей. В среднем за квадратный метр на вторичном рынке до 113. Хотя выросла на вторичном рынке удельно она больше, но все равно она не дотягивает до цен первичного рынка. Спрос сейчас максимально высокий и держится на этой высокой планке уже второй месяц подряд. Естественно, цена однокомнатных квартир больше, чем цена трехкомнатных квартир за квадратный метр. Это было и всегда. Двухкомнатные и трехкомнатные по цене квадрата примерно одинаковы. Новостройки оказались в более выгодном положении по сравнению со вторичным жильем за счет существования программ господдержки. Поэтому эксперты все-таки рекомендуют обратить внимание на первичный рынок. На сегодняшний момент покупка в новостройке наиболее привлекательна в связи с тем, что льготные ипотечные программы сохранились. Сохранились те же процентные ставки. И многие рассматривают на сегодняшний момент недвижимость прежде всего как инструмент сохранения денежных средств на фоне инфляционных ожиданий. Специалисты ожидают, что в ближайшее время спрос частично перейдет со вторичного жилья на новостройки. И это может поспособствовать дальнейшему росту цен. Также увеличивается себестоимость строительства из-за роста цен на топливо и строительные материалы. Поэтому на данный момент снижение цен на новостройки ждать не стоит. А вот охлаждение спроса на вторичку мы сможем увидеть уже в следующем месяце, предупреждают эксперты. На этом у меня все. Даша, я передаю тебе слово. Спасибо. Это была моя коллега Елизавета Ополева. Говорили о том, что происходит с рынком жилья. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в соцсетях, заходите к нам в Телеграм или в группу ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем Ютуб-канале. У Красноястов появилась возможность принять квартиру от застройщика с помощью мобильного приложения. Все, что для этого нужно, просто установить его на телефон. Позже в приложение придет пуш-уведомление с даты приемки квартиры. После осмотра жилплощади собственник подписывает договор, который вносят в приложение. А если в квартире все-таки нашли недочеты, то их также заносят через устройство. И подрядчик автоматически получает перечень для дальнейшего устранения недостатков. Оно удобно для чего? Когда у собственника появляются замечания, мы, ну, конкретно я, как ведущий инженер, забиваю данные о замечаниях. И непосредственно они приходят в приложение собственнику. Собственник видит замечания свои и видит статус «исправлено-неисправлено». То есть уже тут даже можно не созваниваться, а прийти в рабочее время, там, с 9 до 16.00 и получить ключи. Кроме того, через приложение собственникам можно управлять домом. Например, удаленно открывать подъезд, смотреть камеры видеонаблюдения, пользоваться системой «умные квартиры», подавать заявки в управляющую компанию и оплачивать счета. Такая функция доступна собственникам, кто купил квартиру от СМСити. Этой осенью воспользоваться приложением смогут новоселы из Академгородка и Южного берега. Там в течение двух месяцев строителям необходимо передать владельцам 850 квартир. В новые квартиры в скором будущем заедут и жители Норильска. Там по программе «Реновация» идет возведение жилых домов, школ, детских садов и других социальных объектов. Кто стоит у истоков большой стройки, каких сил и ресурсов это стоит, об этом прямо сейчас в проекте «На севере жить». Ну вот одна из свай, в которой брали образцы, то есть вот эту сваю полностью вырезали и везли на материк в лабораторию. В подполье будущего дома замруководителя проектного офиса Норникеля Владимир Ерохин показывает ключевой элемент любого фундамента – сваю. Эта свая, как и сотни других, держала на себе недострой 90-х, дом на улице Кирова. Авторы того проекта успели возвести только пять этажей из девяти запланированных. Стройку законсервировали, и кирпичная громада не один десяток лет занимала площадь, пригодную для строительства в северных условиях. Новую жизнь это место получила с началом программы реновации. Кирпичное здание снесли, а ростверк – это верхняя часть свайного фундамента – оставили. Исследования показали, он способен выдержать нагрузку, которая заложена проектом будущей новостройки. Новый дом должны сдать в конце 2024 года. «Здесь планируется выполнить стальной каркас с навесными панелями. Для жесткости конструкции будут выполнены бетонные диафрагмы жесткости». Металлические части каркаса уже доставлены в Норильск, начался монтаж. Будущий жилой дом на Кирово – лишь часть масштабной программы реновации. Всего, согласно комплексному плану, на уже существующих фундаментах возведут 4 новостройки. С нуля идет строительство двух девятиэтажек на улице 50 лет Октября. В районе Каиркан запланирована реконструкция здания, где разместят детский сад на 236 мест. В Аганере по плану до конца 2025 года возведут три односекционных девятиэтажных дома, а также детский сад на 270 мест и школу со стадионом для 1100 учеников. А до конца 2029-го еще пять трехсекционных девятиэтажных жилых дома. В районе Толнах запланировано строительство поликлиники мощностью тысяч посещений в смену. Отправной точкой было подписание соглашения. То есть администрация изначально обозначала ряд системных проблем, в решении которых нуждается город. Соответственно, по результатам обсуждения совместно с региональными властями, с Министерством развития Арктики и Дальнего Востока и компанией было подписано соглашение. Это было в начале 2021 года. И, соответственно, данное соглашение включало в себя определенный объем финансирования. Финансирование сторон партнеров, перечисленных мной ранее. Соответственно, данное финансирование предусматривает средства компании, это 81,3 миллиарда рублей, порядка 24,5 миллиардов – это финансирование федерального бюджета и порядка 14,5, чуть более – это финансирование бюджета Красноярского края. Помимо этого, Норильский Никель выделил дополнительное финансирование на объекты, не вошедшие в программу реновации. Список формировали по результатам опроса жителей. Так, запланирована реконструкция здания для размещения общественно-культурного пространства «Башня», ремонт Заполярного государственного университета и строительство кампуса, строительство школы имени Долгих на 1100 мест, возведение Ледового дворца, реконструкция здания для Арктического музея современного искусства, а также возведение бассейна. Компания заинтересована, чтобы все, что касается условий жизни на территории Норильского промышленного района, чтобы они привлекали население необходимым объемом для обеспечения производственной деятельности компании. И чтобы те люди, которые здесь живут, чтобы они, скажем так, не имели желания отсюда как можно быстрее уехать. То есть, конечно, хочется, чтобы реализация комплексного плана, а также дополнительного финансирования, которое компания помимо комплексного плана выделяет в том числе, чтобы реализация этих мероприятий для людей создавала такие условия, в которых им хотелось бы и жить, и воспитывать детей. В следующей серии отправимся на крышу спорткомплекса «Айка» и увидим, как реставрируют здания будущего общественного пространства «Башня», а также узнаем о туристическом потенциале Таймыра. Алена Кузнецова, Сергей Токарев, новости ТВК из Норильска. Момент лобового ДТП, давка в автобусе и динозавр под снегом в Норильске – топ-тема в соцсетях ТВК. Что еще смотрели подписчики, расскажет наша интернет-редакция и слово-админу Татьяне Шунковой. Всем привет, с вами Татьяна Шункова. Прямо сейчас мы заглянем в соцсети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Три секунды страха – так можно описать это видео. Эта авария произошла в январе в Большимуртинском районе. По вине водителя Камри, вылетевшего навстречу, погибли два человека. Еще четыре пострадали. Самого водителя будут судить. Опасный участок появился на проспекте Комсомольский, 22. Ребенок попал под машину в месте, где раньше был пешеходный переход. Саму «Зебру» перенесли на 150 метров, и местные считают, что теперь этот переход не для людей, а для красоты. И пешеходы все равно будут ходить по привычке, видимо, до первого серьезного ДТП. Не автобус, а банка с селедками. Так красноярцы описывают автобус номер 136 от железнодорожного вокзала до поселка Геологов. Говорят, проще пешком дойти, чем ехать так. Крыса вышла на прогулку возле ДК 1 мая. Такое видео прислали нам подписчики. А в Норильске на улице встретили динозавра под первым снегом. А это видео от создателей «Класть асфальт в дождь». Завтра с утра красиво будет, все зазеленеет. Космонавта в пятна. Садят кусты. Ну, придурки, а. Это был обзор самого популярного за неделю в соцсетях ТВК. Переходите по QR-коду, читайте нас и пишите нам, где вам удобно. А самые важные и срочные новости вы найдете в нашем телеграм-канале ТВК Нью. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Фестиваль «Молодежь была другая» стартовал в Доме кино. Мероприятие проходит под знаком культовых советских фильмов. В программе 12 лент. «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Баллада о солдате», «Гусарская баллада». «Мои смерти прошу винить Клаву К», «Холодное лето 53-го» и другие. Фестиваль у нас будет проходить на протяжении 12 дней. Мы покажем 12 показов самого разного советского кино. Но главным образом это знаковые, культовые советские картины. Это не обязательно фильмы масштабные, это не обязательно фильмы военно-патриотические. Это в том числе и кино о подростках, кино о взрослении. Это документальные безискусные истории Дианы Осановой, которые в свое время были обделены вниманием критиков и зрителей. Это и замечательные масштабные полотна того же, например, Григория Чухрая или Сергея Соловьева. Цель фестиваля не только познакомить зрителей с жанровой палитрой кинематографа СССР, но и объединить поколения. Ведь и в то время поднимали проблемы, удивительно похожие на те, которые волнуют молодых ребят сейчас. Наша задача показать, что пусть разными языками разговаривают наши поколения, но тем не менее все одинаково ярко, дерзко и искренне. Вот именно это мы хотим показать нашим фестивалям. То есть за счет лекций и мастер-классов мы как бы вводим старшее поколение в наш словно более юный контекст, а потом уже перевертыш, потом уже молодежь смотрит на то, как эти же процессы мода, влюбленности, психологические проблемы реализовывались и решались в советское время. Таким образом мы как бы сталкиваем поколения, вызываем их на диалог. В день открытия фестиваля выступила Красноярская музыкальная группа. Обозреватель Андрей Шевелев провел тематическую лекцию. Затем гостям показали фильм «Не болит голова у дятла». Фестиваль проходит со 2 по 14 октября в Доме кино. Попасть на мероприятие может любой желающий, вход свободный. В Красноярске вывели идеальный картофель для Севера. Чем он отличается от привычного и когда появится в магазинах. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». 4 октября в Красноярске и по всей стране прозвучат сирены. Так МЧС проверит систему оповещения. Громкоговорители будут подавать сигнал «Внимание всем!», а эфир телеканалов и радиостанций заменит информацию по безопасности. Проверка пройдет дважды за утро в 10 часов 40 минут и в 11 часов 10 минут. Красноярцев просят сохранять спокойствие. В Красноярском крае падает заболеваемость ОРВИ. Так, на минувшей неделе заболели почти 14 тысяч человек. Это на 12% меньше, чем неделей ранее. Регион прошел осенний пик, заявил главный санитарный врач по краю Дмитрий Горяев. Однако заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае растет. За неделю диагноз подтвердился у 124 человек. Это почти на 30 человек больше, чем неделей ранее. Напомню, до 13 октября в Красноярском крае действует горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора отвечают на вопросы жителей с 10 до 16 часов. Номер горячей линии вы сейчас видите на экране. Идеальный для севера картофель выявили в Красноярске. Селекционеры аграрного университета создали новый сорт – овощи с низкой скоростью прорастания. Это позволит картофелю пережить все капризы сибирской природы – и заморозки, и засуху. Кроме того, новый сорт отличает высокую урожайность и скороспелость. Такой картофель может сделать более эффективным сельхозпроизводство и в Красноярском крае, и в других регионах, говорят селекционеры. Часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания. Статистика нападения бродячих собак, защита кирзинского заказника и рост популярности электромобилей. Подробнее об этих темах в новом выпуске «Эко-новостей». Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на АТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. С начала года собаки покусали больше трех тысяч жителей Красноярского края. Там, если быть точнее, три тысячи восемь человек. Причем более 40% из этих случаев – дети. Это данные Роспотребнадзора с января по август 2023 года. В ведомстве также добавили, что за полгода три собаки из нашего региона заразились бешенством. Это животные из Минусинского, Каратузского и Уярского районов. В одном из случаев хозяин пса стал свидетелем, как на его собаку напала лиса. В двух других владельцы питомцев заметили изменения в их поведении – агрессия, отказ от еды. Не стоит забывать, что, как правило, осенью бездомных животных на улицах становится больше. В частности, из-за того, что летом дачники прикармливают собак для охраны на участках, а осенью бросают их. Напомню, что домашние животные не должны находиться без присмотра, в том числе и в дачных массивах. За пределами участков собак должны выгуливать на поводках и в намордниках. А сейчас новости из соседнего региона. Экологи просят защитить от застройки Кирзинский заказник в Новосибирской области. Речь идет о новом положении, которое, как пишут зоозащитники, разрешает на территории заказника сплошные рубки, строительство фактически любых объектов и проезд транспорта внедорог. До 29 октября будут обсуждать это положение. Однако экологи уже сейчас просят не допустить его принятия. Кирзинский заказник – один из старейших в России. Он создан в 1958 году и занимает 120 тысяч гектаров. Там обитает крупнейшая группировка сибирской косули. Также на территории расположены места массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Есть десятки краснокнижных видов растений и животных. Представители общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу» направили в Министерство природы заключение с просьбой не допустить принятия этого положения. Иначе, как пишут специалисты, природные ландшафты и экосистема заповедника могут пострадать. Продажи электромобилей в России за полгода выросли практически в 4,5 раза. Об этом сообщают известия. Всего с января по август 2023 года в стране продали почти 7 тысяч новых электрокаров. Это на 340% больше, чем в январе-августе прошлого года. Эксперты считают, что их популярность связана с расширением ассортимента, в том числе и китайского производства. В топе лидеров Zikr, Volkswagen, Tesla. Среди поддержанных лидируют японский и американский автопром Nissan и Tesla. Помимо ассортимента специалисты также отмечают льготы для покупателей. Например, с января этого года государство компенсирует 25% от стоимости таких машин, но только тех, которые собраны на территории России. Это марки Evolute и Москвич. Однако вместе с плюсами эксперты в области автопрома отмечают и недостатки электромобилей. Так, основная проблема – это недостаточное количество электрозарядных станций. Сейчас лишь 10-15% АЗС в стране имеют свободные мощности, которые необходимы для установки быстрых зарядок. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 25 сентября по 1 октября оказались железнодорожные и центральные, а самыми чистыми стали Кировские и Ленинские районы. На этом все. Вы смотрели ЭКО Новости на ТВК. Еще увидимся. Если вы чувствуете слабость, головокружение, потерю аппетита, все это может стать последствиями проблем с щитовидной железой. Как распознать заболевание, можно ли его предотвратить? Прямо сейчас расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору». Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы о нарушениях в работе щитовидной железы. Какие болезни возникают из-за проблем с щитовидной железой и к чему они могут привести? В конце концов, все проблемы с щитовидной железой сводятся к двум таким большим классам. Этот орган вырабатывает гормон щитовидной железы тироксин. И его либо много, и тогда развивается телетоксикоз, либо мало, и тогда развивается гипотиреоз. Вообще, гормоны щитовидной железы управляют всем организмом. Давайте будем говорить о том, что они влияют на все, прежде всего на основной обмен, на функцию многих других органов и систем. И поэтому все органы реагируют на то, что этих гормонов много или этих гормонов мало. Часто недодиагностированное состояние гипотиреоз встречается у многих очень пациентов, у многих очень людей на свете. Может быть, оно есть и у вас, просто вы об этом не задумывались или не обращались с этими проблемами к врачу, их вот как таковые не обозначали. Очень часто это встречается у пожилых людей, гипофункция щитовидной железы. Когда человек набирает вес без особой причины, вроде бы кушает как обычно, а вес набирается, он старается его сбросить и даже старается двигаться больше, а он не сбрасывается. Есть какая-то бродикардия, какая-то быстрая утомляемость, сонливость, ломкость ногтей, волос, тусклые волосы, бледная сероватая кожа. Вот такой не очень привлекательный человек, который к тому же еще и может страдать запорами, это типичный портрет пациента с гипотиреозом. Ему нужно всего-то полтаблеточек гормона в день для того, чтобы его состояние существенно улучшилось и постепенно пришло в норму. Какую профилактику нужно соблюдать, чтобы уберечь себя от таких сложностей? Весь мир включился в борьбу с гипотиреозом, который у детей, кстати говоря, приводит к задержке умственного развития. И сегодня в магазинах мы не удивляемся, когда видим ядированную соль. Вот, в общем, инсценток йода часто приводит к гипофункции, к нарушению функционирования щитовидной железы. Поэтому сегодня у нас соль йодируется, мы получаем дополнительное количество йода с солью. Но если есть подобное состояние и у вас есть гипотиреоз, то стоит подумать о том, что вам в рацион нужно добавить морскую капусту, водоросли, рыбу. Ну, вот, в общем, все те продукты, которые богаты йодом. Чем опасны проблемы с железой и как лечить? Проблемы с железой опасны еще раз тем, что железа регулирует функции всего организма и разных органов. Теретоксикоз, например, может вызывать теретоксическое сердце, может вызывать болезни щитовидной железы, экзофтальм, вот такая вот базедова болезнь, выпуклые глаза. Может железа увеличиваться в объеме и сдавливать шею, органы шеи, даже трудности с глотанием будут. В любом случае, если есть подозрения на патологию щитовидной железы, вам обязательно нужно обратиться к эндокринологу. Он назначит несложное обследование, ультразвуковое обследование и анализы крови, поставит правильный диагноз, назначит правильное лечение. Свои вопросы доктору вы можете задавать по телефону 200-00-65, также пишите в вайбер или в ватсап по номеру 8-923-165-45-00 или в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции еще раз 200-00-65. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru, также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok